Сегодняшнее занятие у нас пройдет живо, интересно. Прошу вашего участия активного в этом. Если у нас все хорошо, то предлагаю начинать наше занятие. Сегодня вебинар по физике на тему «Экспериментальная часть ОВ по физике. Задание 23. Заключительный этап подготовки, повторения, обобщения». Проведут вебинар Махненко Сергей Георгиевич, почетный работник общего образования РФ, заместитель генерального директора нашего издательства и автор пособий по физике. А также Атаманченко Анатолий Кузьмич, учитель физики лицея номер 4 города Тагануга, автор пособий нашего издательства. С графиком проведения дальнейших вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте. Там же вам доступен архив проведенных ранее вебинаров. Все материалы мы размещаем на нашем сайте после 18.00 по московскому времени. Тогда же начинается и рассылка сертификатов на вашу электронную почту. Она может продлиться до одних суток. Чтобы задать вопрос лектору, задавайте его в чат. Задать вопрос модератору нужно воспользоваться кнопкой «Задать вопрос» в левой части экрана. Наш вебинар продлится до 16.30 по московскому времени. В чате я нахожусь под именем модератора. Всем я вам желаю плодотворной работы и приглашаю к разговору наших векторов. Я думаю, что, наверное, уже дети учащихся 9 классов определились уже с экзаменами по выбору и, скорее всего, уже начали свою подготовку. При этом, наверное, они прошли, повторили теоретическую часть, порешали задачи. Ну, я хочу сразу сказать, что наше издательство заботится о таких детках и пытается им помочь. В частности, мы для них выпускаем целый ряд книг, которые помогут им в подготовке к ОГЭ. Это, прежде всего, тематический тренинг, который позволяет пройти все темы в соответствии с ГОСом, независимо от того, по каким учебникам занимались ребята. На экзамене никто не спрашивает, какие учебники у вас были. Спрашивает то, что соответствует ГОСу. Здесь дается довольно большая подборка задач, заданий, рисунков и так далее. Ко многим из них даются ответы, прочистки ко всем, и ко многим даются рекомендации по выполнению. То есть, это тренинговая часть, репетиционная часть, которая позволяет системе повторить весь материал. Вторая книга, которую есть смысл использовать вот уже, наверное, с 1-го, то есть, 10-го, простите, января. С 1-го января и два ли кто использовал его? Некоторые начинают раньше пользоваться, но мы рекомендовали вот так, кто в первом полугодии использует тренинговую часть книги, а во втором полугодии начинает использовать основную книгу, которая написана в соответствии уже с демоверсиями, то есть здесь уже несколько формат другой. Если там шли задания по темам, и первый, второй, третий, четвертый вопрос соответствует одной и той же теме, то здесь уже идут так, как по спецификации реального будет ОГЭ. Я сразу же хочу сказать, у нас проходило, когда первый наш первый семинар сегодня, спрашивали, есть ли гарантия, что именно эта спецификация сохранится. Да, спецификация будет сохранена, но задачи, конечно, будут самые разные, самые другие. Это же ведь демоверсия, это версия, но тип задачи будет тот же самый, который у нас есть. Поэтому вторая часть позволяет детям уже поздравиться в самом режиме ОГЭ. Ну, раз дети определились и повторяю, конечно, уже стали выявляться их недостатки и недостатки подготовки и их затруднения. Наибольшее затруднение, как показывает опрос, вызывает все-таки 23 вопрос. То есть, здесь возникает такой вопрос, что какую цель ставят ребята, которые выбрали физику в качестве экзамена по выбору? Что для них важно? Просто сдать ОГЭ или же подготовиться к тому, чтобы в 10-11 классе успешно продолжать изучение физики? А в том может быть и вузе, а в том может быть это станет их профессией. Ну, логика подсказывает, что, наверное, второй вариант предпочтительный. Просто сдать и забыть физику, или просто натаскаться, как говорят сейчас в этом, на решение элементарных задач, получить тройку и успокоиться, это, наверное, нецелесообразно брать для этого физику. Мы ориентируемся на то, что необходимо добиться таких целей. То есть, базу создать для обучения в 10-11 классе и в дальнейшем, чтобы там, где физика будет профилирующая. Для создания этой базы нужно, конечно же, обобщить материал. Я бы сказал, универсализировать те знания, которые есть, умения, навыки делать обобщенные и привести в систему все эти, бывает порой, разразненные знания, умения, навыки, компетенции и так далее, которые были до этого основаны. И самое главное, мы здесь смотрим к 23-му. Получить, конечно, методологическую подготовку. Что такое эксперимент? Чем он отличается от других видов познания? Какие его обязательные элементы? Как спланировать эксперимент? Как конструировать? Потому что вопросы конструирования эксперимента, это здесь часть программы по физике обязательная. Неисполнение по алгоритму, этого мало. Нужно уметь сконструировать эксперимент, исходя из тех задач, которые стоят. Но, к сожалению, пока вопрос здесь не очень хорошо решается и многие дети испытывают затруднения. Почему? Ну, здесь может быть причин довольно много и объективных, и субъективных. На первое место выдвигается обычно нехватка времени, нехватка приборов. Но даже там школа, в которых есть приборы и есть относительное время, мы видим, что есть недостатки, связанные с постановкой самого преподавания физики. К сожалению, в последнее время демонстрационный эксперимент стал уходить. Стали уходить опыты самих учащихся на уроке, которые кратковременные. Ушел домашний эксперимент. Все это ведет к тому, что у детей, конечно же, уже навык это и наблюдение даже за экспериментом у нас становится гораздо меньше. Что в школах еще делают? Нет приборов. Или учительница очень хорошо владеет им. Или нет лаборанта, не хочется ставить все это. И в этом случае учитель бывает используется видеоопытом, чего очень много в интернете. Получается, что дети как будто бы знают все это, видят то, что есть. Но дело в том, что одно дело увидеть на экране, а другое дело увидеть на столе, во время перемены подойти. Да еще учитель, если вызовет кого-то к столу во время демонстрации и поставит вопрос, как проходил сам опыт, что нужно было сделать, это, наверное, во много раз лучше. Кроме того, другая еще сторона есть. Увлечение компьютерами. Опять-таки, компьютер можно использовать для видео, вот о чем я уже говорил. Чаще используют компьютер для других целей. Для целей моделирования тех или иных ситуаций. То есть не реальный шарик катится по желобу, а сконструированный в схеме виртуальных шарик катится по виртуальному желобу. Что получается? Кто программу писал? Человек. Он мог ошибиться? Мог. Он мог специально внести туда какие-то элементы? В принципе мог. Если мы не будем на это обращать внимание, мы порождаем у детей веру во все то, что они увидят на экране. Веру во все то, что они прочитают в интернете. То есть критическое мышление будет в зане приторможено. Раз человек создавал программу, это уже не закон природы, а это мысли или видение одного отдельно взятого человека. Поэтому если мы компьютер используем как средство измерения, как средство конструирования, это очень хорошо. Но если мы компьютер используем как замену реальной ситуации виртуальной, без соответствующих пояснений, вред, на мой взгляд, будет очень большое нанесен становление личности нашего выпускника. Ну и наконец, чего греха таить? Есть еще вопросы, связанные с организацией нашего успеха. У нас группами работают. Это еще и в старые времена было, и сейчас получается один в группе хорошо делает, остальные у него списывают более-менее удачно или неудачно. Учителю проверить, как работает каждый учащийся, невозможно и трудно в это время. И оцениванию подлежит не сам навык инструментальной работы с приборами, не само конструирование этого эксперимента, не сами подходы, а то, как, насколько брежно или небрежно оформлена эта работа в тетради. Это, наверное, все очень хорошие вещи. И, наконец, совсем уже плохие вещи. Бывает в некоторых случаях отказ вообще от экспериментальной деятельности учащихся. По разным причинам. По разным причинам. Мы проводили несколько таких семинаров с учителями-практиками. Вот эти все причины выходили. Ну и, конечно, у меня всякого сомнения, причины связаны с недостаточным оснащением школ, когда один комплект прибора, комплект такой-то есть, единственный на весь класс. Это, конечно, дело очень плохое. Здесь нужно учителя физики. Ну, надо быть чуть-чуть позубастей. Наверное, все-таки требуется, чтобы оформление, чтобы оснащение было нормальнее. Вот такие недоработки приводят к типичным ошибкам. Я думаю, что вы все их прекрасно знаете. Ну, на всякий случай, все-таки давайте мы еще раз их просмотрим. Какие типичные ошибки? Первое. Недостаток алгоритмической культуры. Алгоритм это у нас инструкция. Инструкции бывают самые разные. Большинство из них настолько пошаговые, настолько простые в исполнении, что, казалось бы, там уж невозможно ошибиться. Ошибаются. Не только в следовании самой инструкции, не только в пропуске отдельных шагов. Самое главное ошибаются в том, чего нужно, в конце концов, достичь. В инструкции сказано, найдите зависимость того-то от того-то. Ученик начинает работать, измеряет, записывает таблицу и пишет то-то равно тому-то, то-то равно тому-то. То есть он численные значения дает, но самой зависимости нет. В инструкции сказано, построите график, вместо графика остается таблица. И вот таких примеров на самом на ОГЭ очень много. Из-за чего снижать, видно, что мальчик или девочка разбирается. Ну, неправильно оформил работу, неправильно посмотрел саму инструкцию, отцов получается снятие баллов. Уже 4 балла не будет, уже будет меньше. Ошибки в написании формы. Ну, это, как правило, встречается довольно редко. И, скорее всего, это описки. Потому что едва ли девочка или мальчик, которые выбрали физику, едва ли они не знают тех элементарных формул, которые нужно использовать. Но, тем не менее, такие ошибки бывают. Неточности в рисунках – это типичнейшая ошибка. Особенно, когда касается работы с векторами. Все. Это начинается самая здесь большая головная боль. То неправильное направление, то неправильный размер, то низкой точки. Если, например, у нас к бруску приложено несколько сил, то они прикладывают некоторые к его граням, что в конце концов должно привести было бы к разрыву этого бруска на мелкие-мелкие кусочки. Вот так начинаешь. То есть забывай о том, что есть точка какая-то, которую мы моделируем, когда заменяем само тело и так далее. То есть вот эти вещи, это же связано со схемами. Стоит источник тока. Одна длинненькая полосочка, одна коротенькая полосочка. Все. А по условию эксперимента три с половиной вольта. Ну какие может быть, когда один элемент никак, он не может три с половиной вольта дать. Или когда стоит длинненькая, коротенькая полосочка, а плюс-минус возле амперметра и вольтметра стоят совершенно не так. То есть вот таких неточностей бывает очень много. Досадно, когда получается, из-за этого приходится опять-таки снижать оценку. Ну, наконец, нарушение самой техники работы с прибором. Берут динамометр, берут за его пружину и пытаются что-то изменить. Раз пружина зажата, уже там. Или подключение неправильно и так далее. То есть здесь чисто инструментальная такая работа не налажена. Самая большая, если чаще встречающаяся ошибка, это, конечно, связано с чем? Связано с тем, что они считывают показания. Если шкала еще разбита на одну десятую доли, на одну десятую доли, еще ничего. Стоит сделать разбилку шкалы прибора две десятые доли, все поплыли. Поплыли не можно никак считать. Как нужно смотреть на стрелку? Учет параллакса. В самой работе в ОГЭ нигде не сказано про то, что они должны определить границы ошибки, погрешности и так далее. Этого нет. Но это же есть в других задачах ОГЭ. Поэтому, продавая эту работу, необходимо, наверное, все-таки с учащимися опять-таки вспомнить про погрешности и про то, с какой точностью можно записывать результат и так далее. и так далее. Здесь, наверное, необходимы межпрометные связи с математикой. Ну и так далее. Вот здесь вот на слайде у нас обозначены это несовпадение величин графика и таблица. Таблица одна величина, графика другое. Необозначение величин на самом графике, в покое оси, что перевод системы ОВТИ, ошибки в вычислениях и так далее. Я думаю, каждый из вас, наверное, добавит еще свой перечень ошибок, которые встречаются, к сожалению, на практике. Ну что, раз мы поговорили о недостатках и ошибках, нужно, конечно, рассказать, что же нам нужно делать. Но прежде всего, начать с того, что нужно обеспечить полный комплект всех тех работ, которые нужно провести, чтобы сформировать у детей элементарную экспериментальную культуру, элементарные навыки экспериментарной работы, анализы полученных результатов, умение сделать вывод из всего этого и так далее. И здесь работа, наверное, должна выходить намного быть шире и выходить за рамки непосредственно самого эксперимента. Но начнем все-таки с эксперимента. Предположим, вы проводите демонстрационный эксперимент. Ну как проводят учители обычно квалифицированные, грамотные демонстрационные эксперименты? Он не просто ставит приборы. Сейчас мы замерим то-то, найдем то-то. Он проговаривает, проговаривает, как схема с этим. Обратите внимание, что здесь вот то-то, то-то, здесь вот такие-то вопросы, здесь вот подключение такое-то и так далее. Как считывать показания? Пожалуйста, смерт одного-другого подплаты на прибор. Демонстрационный эксперимент не является чисто демонстрационным в плане того, что учитель, артист показывает, а остальные молча слушают. Он прям активно привлекает учащихся к участию. Может даже как ассистент как-то подходит работать. В этом случае у детей, конечно, возникает совершенно другое отношение к самой экспериментальной работе. Они видят на примере учителя, как надо работать, но тут же включаются частично в эту деятельность. Если это делается регулярно, если это делается постоянно, если учитель постоянно вот это все поясняет, в этом случае, конечно, эффект будет положительный. Дальше. Необходимо, наверное, все-таки по отдельным вопросам вместе, опять-таки, с учителями химии, физики, в математике, может быть, биологии, тех, кто занимается подобными вопросами, все-таки провести специальную работу по тому, как нужно обозначать на схемах. Те или иные приборы, те или иные соединения, те или иные схемы и так далее, и так далее. Здесь лучше всего, если бы, конечно, в каждом комитете физики на стенах висело примерное и рекомендуемое обозначение на схемах и так далее. Дело в том, что все-таки в разных, возьмите даже наши пособия по физике, в разных источниках изображения не совпадают. Хорошо это или плохо? Ну, плюсом является то, что ребенок должен суть понимать, а изображен ли демометр винтовой такой линии или меечки, это было одно и то же. Но, тем не менее, детей нужно к этому приучать, чтобы они это знали. Поэтому можно или варианты показывать. То есть, работа эта должна быть проведена. Я бы даже сделал что? Специально посвятил несколько уроков рисованию этих схем и так далее, и так далее. Или время выбрать для этого дополнительного, или надо дать задание такое, проект узкого выполнять на эту тему и так далее. Но это специальная работа, которая должна быть, это культура своего рода, изобразительная культура по работам эксперимента. Наконец, у нас, смотрите, у нас есть работы, которые в самом деле требуют 45 минут. Это, как правило, даже если мы будем смотреть косвенные измерения, а прямые измерения, ну, не требуется для них столько много времени. Они во много раз короче. Если хорошо подготовлена такая работа, то она должна занимать гораздо меньшее времени. То есть и прямое измерение. Ну, я напомню, что была практика хорошая, когда прямые измерения велись таким образом. Учитель записывает на диктофон, на компьютер, куда записывают алгоритм этой работы. Возьмите динамометр, прикрепите к нему тело, опустите там, результат запишите, запишите, запишите его с паузами, опустите тело в воду и так далее. То есть идет такая, таким вот образом. Замерьте кто-то, запишите кто-то и так далее. Получается, что все дети работают в одном ключе. Учитель находится в классе в самом. Он смотрит, кто как выполняет. То есть ему не нужно диктовать, не нужно смотреть, ребята в одном темпе работают. Работа, на которую при плохой организации уходит 20 минут, заканчивается за 10 минут. Это один из приемов. Просто у нас недавно был разговор, что мало времени на все это делаем. Тем более мы к времени должны относиться очень экономно, трепетно должны относиться. Каждую минуту, каждую секунду мы должны беречь. И для этого искать все те подходы, которые могли бы это сделать. А прямые измерения, если ребенок будет и хорошо знать, я уже в возрасте, только у меня девятиклассники ребенки. Хотя они уже личности и так далее. Поэтому извините себе того, что это слово несколько покоробит. Понимаете, если наш девятиклассник будет уметь прямые измерения все делать, то в этом случае надо, уже когда он в комплексе будет использовать, ему будет и проще, и быстрее, и четче, и надежнее и так далее. Вот такие предварительные работы нужны. И, наконец, включить задание, которое опирается на текстовое описание на текстовое описание. То есть из текста нужно извлечь. Ну, текст пример такой. Ученик Вася из такой-то школы решил проверить там то-то, то-то, то-то. Вот это он взял то-то, 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 подключил, у меня получилось, ничего не взорвалось, получилось то-то, то-то и то-то. Определите, какое напряжение было на концах того провода, на который Вася не наступил, а использовался. Ну, понятно, о чем речь. То есть нужно отбросить все эти художественные вымыслы, которые там были, и выделить физическую модель. Это же тоже требует своего своего рода работы мозга. Выделить физическую модель, ситуацию самую, которая есть. Текстовые такие вот описания очень нужны. И они могут быть связаны не только с тем, что Вася проводил эксперимент, а с природными явлениями. Температура воздуха понизилась, то-то, то-то произошло, что произойдет и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие текстовые работы очень тоже важны. Все это, все это позволяет подойти к этому вопросу комплексно. И вот теперь я хотел вам сказать вот о чем. А тут сейчас это несколько другая, извините, пожалуйста. Я хотел сказать вот о чем, что когда мы говорим сейчас о заключительном этапе нашем, то я бы здесь сейчас не стал бы здесь останавливаться о том, как нужно выполнить пыльную работу, потому что по технике выполнения столько книг написано, столько выпущено литература, и столько имеется записей, что уже не знаю, в этом нужды нет. Как обобщить материал на этой базе? Как обобщить? Как делать его системным? Как, работая над экспериментом, повторить всю физику седьмого, восьмого, девятых классов? Как научиться применять и объяснять явления с позиции изученного материала? Вот важнейшая часть, которая является, наверное, необходимой для исполнения нашего стандарта. Хороший стандарт или плохой, но это требование такое есть у нас. Ну и теперь, что касается непосредственно самой работы. Ну, как правило, необходимо что? Необходима какая-то база. Вот я, например, сейчас противник того, чтобы в каждую инструкцию вставлять теоретическую часть. Дети должны приходить на работу подготовленными, а не на уроке читать инструкцию о том, в которой теоретическая часть, с чем, что связано. Хотя и мы грешим тем, что наше издательство выпускает такие книги, мы включаем, потому что большинство привыкло к тому, что должна быть с этой инструкцией. Но ведь это то, что нужно сделать до урока, в чем же он время на этом будет тратить. Поэтому на предыдущих уроках актуализировать базу. Лучшим способом нам является не просто повторить ее для детей, а поставить перед ними, ну, какие-то небольшие задания, где нужно эти знания применить. Выполняя задания, даже если он подсмотрит потом в учебник, он вспомнит все то, что ему нужно. Это будет гораздо лучше, чем если просто учитель повторит каким-то образом. Может на доске оставить какие-то записи, даже до следующего раза записать, чтобы они были, и так далее. То есть, такая актуализация теоретического материала нужна. В том числе и можно на конце такую работу. Дальше, перед выполнением самой работы необходимо еще раз четко, вот что нужно сделать. Это четко цель, чтобы не было той ошибки, что должно быть в конце концов. Это должно быть численное значение, или нужно описать явление какое-то, или нужно описать закономерность, построить график. Вы знаете, я вам советую всю эту часть прям каждый раз перед учащимися ставить очень четко, чтобы они надо работать. Дальше, очень хорошая вещь, которая может быть сделана или до работы, или же может быть по ее окончанию, по ее окончанию, это выжать из этой работы все возможное для систематизации материала. Дать компетентно-ориентированные, или практико-ориентированные задания по теме этой работы. Потому что вот именно такое использование, это не просто уже знание, умение, навыки, это умение применять на практике. Умение применять в другой ситуации, в обновленной ситуации. Практика-ориентированная или компетентно-ориентированная, тем не менее, это уже мыслительная работа, развитие мозга, развитие мыслительной деятельности и так далее. Поэтому такие задания мы включаем в наши работы с тем, чтобы мы могли учащие люди, учителя, их использовать для своей работы. И наконец, самое главное. На межпредметной основе, только на межпредметной основе, вместе с химиком, вместе с биологом и так далее, все-таки нужно обвести этот материал по тому, что такое эксперимент, необходимо провести. Эксперимент требует прежде всего. Чем эксперимент отличается от опытничества? Опытничество просто дай попробую. Мичурин был опытником. Он пробовал, но у него длинная доля уходила в брак, потому что слишком много было тех, которые не совмещались. Теоретическая часть, когда идет эксперимент, предполагает обоснование теоретическое, гипотезу. Предполагает предположение, что будет проходить. Вот если дети поймут это, они в своей практике, когда начнут действовать, уже станут большими и будут не физикой заниматься, а будут бизнесом заниматься, семейной жизнью. Он в этом случае будет опять понимать, что для того, чтобы что-то сделать, нужно продумать, потом проверить это на экспериментальной деятельности и после этого уже делать вывод о том, как жить дальше. Я, может, слишком далеко заглядываю, но вы знаете, настолько целостный процесс, когда мы работаем с детьми. То есть все, даже закон Ома влияет на крепкие узы семейной жизни. Так. И вот здесь я хотел вот на что обратить ваше внимание. Ведь посмотрите-ка, если мы сейчас прикинем наше, посмотрим задание ОГЭ, вот шестое, девятое, пятнадцатое задание. Это анализ физических процессов, представленных в описательной графической форме. То, о чем я вам говорил. Возьми текст и выдели из текста то-то, то-то и то-то. Вот, пожалуйста. Мы готовимся к двадцать третьему заданию, но одновременно идет готовка по шестому, девятому и пятнадцатому. Вот экономия времени. И вы знаете, что не только экономия времени. Ведь ребенок понимает комплексность всех этих вопросов, которые даны. Восемнадцатое основу методов научного познания. Девятнадцатое экспериментальные данные, работа с ними. Данные экспериментальные данные, построить график на этой основе. То есть это вся подготовительная работа. То есть, опять-таки, нужно много времени тратить только на двадцать третий. Многие позиции прорабатываются в других вопросах, в других номерах. Двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая. Извлечение из текста физического содержания и необходимых данных. Опять, смысловое чтение. Прочти текст, выдели оттуда, что там происходит. И так далее. Ну, двадцать третье. Понятно, это наше, о чем мы говорим. И, наконец, двадцать четвертая, двадцать пятая, двадцать пятая. Там качественные расчетные задачи. Там текст нужно представить. Перевести опять-таки физическую модель. Вот все то, что я говорил до этого, вот оно концентрировано в этих от шестого до двадцать шестого вопросов и полностью тренируется. Если вы сможете это объединить, интегрировать, в этом случае успех обеспечен без особых затрат времени. Ну, переходим к основной части. Вот именно помощь учителя мы создали книжечку такую «Физика, обобщающая лабораторная работа». Еще раз хочу подчеркнуть. Речь идет не столько о том, как выполнить работу, как включить вольтметр или амперметр. Нет, это уже известно. Как на этой основе обобщить знания, умения, навыки, сформировать компетенции, подготовить их к тому, чтобы они осознанно целостно воспринимали весь курс физики и радостно пошли изучать физику в десятый класс, понимая все то, что у нас есть. Структура в нашей книжке тоже несколько стандартная, но, тем не менее, есть отдельные элементы. Ну, тема «Цель к цели» дается, как правило. Здесь какие у нас цели? Определить, что это такое, вычислить, что это такое физическое величие. Экспериментально исследовать зависимость, подтвердить справедливость законов. Ну, так, как у нас дается задание первого, второго, третьего цели. То есть все это доказать, проверить и так далее. Дается оборудование средства измерения. Мы пошли, наступили на горло собственной песни и цели кидаем краткие теоретические средства. Причем стараемся давать другим языком, чем в наших учебниках. Книга ориентирована не на какой-то отдельный учебник. Книга ориентирована на ГОС полностью. Поэтому она может использоваться во всех классах, где идет изучение по разным учебникам физики. Сразу хочу сказать еще одну вещь. Эта книга не рассчитана на то, чтобы вы по ней работали с седьмого, восьмого, девятого класса в течение года. Она бы скорее рассчитана на цветных девятиклассников, которые закрепляют материал. Поэтому здесь в некоторых работах идет перекличка. То есть даются вместе темы, которые последовательно в школе изучаются в другой последовательности. Поэтому здесь нужно определить. тем не менее, отдельные идеи этой книги, задания, которые там есть, особенно контрольные задания, можно вполне использовать и в седьмом, восьмом, девятом классах. Просто чтобы вас не смущало то, что у нас идет в начале определение плотности тела, а там уже используется закон Архимеда. А потом следующий идет закон Архимеда, а там используются другие позиции. То есть еще раз. Это девятый класс. Они уже все это дело осмотрели. И тут как-то мы смотрели тоже, знают ли дети формулу цилиндров. В седьмом классе еще может они его не знают, но в девятом классе уже знают. Поэтому можно вполне просто все эти вопросы делать. Дальше. Указания к выполнению работы, как правило, даются вариативные. То есть можно сделать вот так, а можно сделать вот так. Если есть возможность сделать и так, и так, и потом определить, какой способ был точнее, какой способ был менее трудоемким, какой способ предпочел быть работы практической деятельности, и так далее, и так далее. Вот эта часть, вариативность, является одной из основ, которая позволяет потом обобщить весь этот материал, систематизировать. На мой взгляд, интерес представляет контрольный вопрос. Как раз практика ориентированная. Вот стерлась, на аккумуляторе стерлись плюсы и минусы. Как определить, как восстановить, а где плюсы, где минусы. И тут мы даем там десяток самых разных способов о том, как можно это сделать. Для детей это, конечно, тоже очень хорошая вещь. Вернее, они должны это придумывать, понимаем, если это просто. В том же, после этого можно включить и подсказывать. Для детей, которые ориентированы на более еще глубокое, и вообще чувствуются по развитию, они более высокие, даются еще творческие и практические работы. Чем отличается творческая и практическая работа? За тем, что там нет алгоритма. Вот смотрите-ка, по первой части есть оборудованные средства измерения, есть кратко-технические средства измерения, есть указания к выполнению работы. Здесь нет указания к выполнению работы. Поставлены только одна цель. И он должен сконструировать эксперимент. Так мало того еще, тут же еще такая маленькая, как говорят дети-подлянка, мало того, что цель поставлена. Я сейчас сказал, что нельзя использовать те приборы, которые вы использовали до этого. То есть нельзя не зуркой пользоваться, а нужно использовать только линейку с миллиметровыми делениями и так далее. Что усложняет, конечно, саму эту работу. Поэтому творческие и практические работы требуют именно такой мыслительной деятельности, которая уже не только выходит за рамки физики. Это идет конструирование самой ситуации. Ну и для того, чтобы деткам было легче давать ОГЭ, мы все равно повторяем и делаем, как и во многих других таких книжках, даем образец возможного задания 23 и его оформления на планке ОГЭ. Хочу сразу же сделать одно маленькое пояснение. Это образец возможного задания. Возможно. Может быть, каким-то заданием это будет изменено, на обратное и так далее. Вот на детей нужно не говорить, что это будет на самом экзамене. Экзамен такой возможный. Поэтому здесь нужно относиться к этому, к одному из вариантов. Ну и мне хотелось бы, да. По 10-11 классе. По 10-11 классе. По 10-11 классе. По 10-11 классе сейчас пока еще не сделаем. Вот рядом сейчас сидит мой соавтор, который занимается, в настоящее время написана книга для средней школы. Там понятие будет для ВУЗа дальше. Поэтому делать это все равно нужно. И поэтому сейчас мы подбираем такого типа заданий, причем делаем это на двух уровнях. Первое это стандартная лабораторная работа, которая, значит, первая часть, это маленький тест, извините за это слово, тест не в плане угадывания клеточек, тест может быть с открытым вопросом и так далее. Это первый тест на готовность, готов ли он, тут хитрость в чем, я уже об этом вам говорил. Когда он будет этот тест проходить, пусть он подсмотрит, спросит у товарища, спросит у папы, спросит у мамы, он будет готов к этой лабораторной работе. Потом идет сама работа, после этого идет, и также мы будем давать компетентно-ориентированное задание, то есть дальше структура будет та же самая. Кроме того, обратите внимание еще одно, что тоже, я просто попутал все же нет, теплоты мы не ставим. Почему? Потому что теплота не входит в ОГЭ. Мы все-таки это книжки ориентируясь на ОГЭ. Это нехорошо с нашей стороны, мне стыдно, что мы так поступили, но, наверное, нужно будет там полностью это исправить и сделать на следующий год книжку и назвать не подготовку ОГЭ, а просто формирование мощных, прочных экспериментальных данных в системе общего образования. Вот так это будет, наверное, вернее. Так, вернемся опять к этому. Значит, наша книга, вот которая здесь вот показана на слайде у вас, это не практикум в том понимании, что это не рабочая титаль для учащихся. Это дидактический материал на стол учащихся. То есть одна на двоих, на двоих и так далее, сколько нам будет работать. Все работы выполняются в тетрадках, как и обычно, но при этом нет смысла переписывать то, ход работы и так далее. Пишут туда цель, пишут туда тему цель, пишут туда оборудование писать нужно обязательно, потому что от оборудования будет зависеть способ исполнения. И потом после этого дается табличное значение того, что нужно. рисунок, простите, рисунок. То есть максимально приобрететься к форматам к тетради. Писанину устраивать там большой, на мой взгляд, нет смысла, потому что теорию нужно проверять не на лабораторную работу, а до ими. И последнее замечание для этой цели. Так как ряд компетентностно-ориентированных заданий и ряд творческих работ вызывают сложность у учителей, мы разместили в бесплатном доступе на нашем сайте, вот на этом же сайте, который он сейчас на нашем делал, показывает у нас, разместили подсказки, советы, как там еще, штат ответа, решения и так далее. С тем, почти каждый из этих работ, начиная от механики, электричества, оптики и так далее, то есть там у меня и сами. Для этого нужно найти эту книжку на нашем сайте, нажать на кнопочку, выходит описание этой книжечки и в конце написано скачать подсказки, советы и так далее. Скачивайте бесплатно эти советы, можете им пользоваться, но если кто-то из детей ваших догадается это сделать, это особо вреда не будет. Ничего, пусть смотрит, пусть смотрит. Так, ну все, переходим к самой работе. Я знаете, почему остановился на этом? Потому что мне хотелось показать саму нашу методологию, чем мы руководствовались, как писали книжечки. Поэтому сейчас проиллюстрирую это на варианте первого, на самой первой работе. Что я хочу проиллюстрирую? Это определение плосности плоского взбора. Сразу же, двумя методами, а может быть тремя, может быть четырьмя. То есть вариативы, все вариативы, которые возможны в рамках того, что мы делаем. Массу можно как? Весами, разновесами. А можно динамометром вначале узнать вес, потом перевести, найти массу. А может еще третий способ, есть какой-то. У нас, например, один мальчик предложил два шара, сталкивать друг с другом, один шар калиброванный, другой и так далее. Ну это, мы похвалили его за это, что он так придумал. Ну понимаете, практически это очень сложно сделать и так далее. Но тем не менее, есть. Может быть, самое немыслимое, как выделение массы. Девочка сказала проще. Надо взять, купить пачку сахара, а в ней 500 грамм. Мы потом это используем наше ремонт. То есть, самое главное, как знать массу, а как она будет найдена, это уже другое дело. Объем. Ну, мензурка можно. Можно отливным стаканом, про который мы забыли. Забыли про отливной стакан. Вот, возьмите любой стакан, который есть, помещайте в него. Так, сейчас здесь видно или не видно? Да, да, да. Мы в сосуды где-то. Вот мы тут отняли у нашей сосудницы вазу красивую. С ней будет сегодня работа вестись. Вот можно брать стаканчик, можно брать вазы квадратного сечения, прямоугольного сечения и так далее, с тем, что можно по геметрическим размерам вычислить. Что сделать? Сравнить точность, сравнить трудоемкость и так далее. Естественно, очень важно на этом этапе, на этапе, подготовки к работе, чтобы ребята четко простроили у себя дерево целей. Что такое дерево целей? Это будет не что иное, как инструкция по его выполнению. Что нужно найти? То есть, начинаем с конца. В основу корня, что нужно найти? Найти нужно то-то. Для этого, что надо? Для этого нужно знать то-то, то-то и то-то. А для того, чтобы это знать, нужно это найти в таблице, это измерить, это запомнить так же, мы должны знать всегда, это можно вычислить и так далее. И до каких пор нужно отводить дерево целей? Пока листочки, которые будут наверху, не будут представлять собой элементарные действия. Возьми в руку то, открой страницу там, найди, выпиши то и так далее. Элементарные действия. Вот когда такое дерево целей будет простроено, теперь положите эту идею использования на нашу жизнь. Да если бы мы в жизни так руководствовались бы всеми, и даже мы, взрослые люди, было бы очень здорово, но чаще всего бывает, а вот что-нибудь выйдет. Главное ввязаться в драку, а там потом, что будет, то и будет. Поэтому построение дерева целей, построение самой конструкции этого эксперимента является важнейшей частью другой работы. Я в дальнейшем не буду об этом упоминать, но предполагается, что все работы должны быть на этом уровне, должны быть расстроены. То есть с детьми фронтально, письменно, как угодно. Способы могут быть самые разные, но необходимо эту такую работу провести. Ну вот здесь сама работа, как таковой, дайте ко мне, пожалуйста. Сама работа не очень сложная. Дается, значит, плотность твердого вещества. В чем плотность твердого вещества, которая помещается в мензурку? А если не помещается в мензурку? А если мензурки нет? И так далее, и так далее. Поэтому здесь нужно все эти варианты смотреть. Здесь даются у нас полностью расписаны, Как можно сделать? Контрольные вопросы. Какие опытные факты доказывают, что плотность соленой воды больше плотности пресного? То есть опытным путем не на вкус, а опытным путем, как можно определить, что плотность соленой воды больше плотности пресного? Такой вопрос идет. Каким метам можно плеть на вечер пусток внутри латунной детали, не разрезая ее? Ну тут какие? Конечно сразу дети у нас продвинутые. Как какие? Элементарно. Это делается с помощью рентгена или ультразвуковой блокации. Ну тоже хорошо. Другой мальчик придумал так. Нужно расплавить и сравнить объем до этого и после этого и после получиться. Ну вы знаете, это задание как собственно является пересказом той архиведовой легенды, которую он придумал, когда купался в ванной, потому что не очень одет, он бежал по улицам. Это же примерно то же самое. То есть нужно было посмотреть вес тела в воздухе, вес тела в воде и так далее, и так далее. И потом все надо удивить. Глотность среднего и сравнительного. Поэтому такое задание является тоже важным для развивания истории. Летом электрические провода провисают. Меняется ли их масса и плоскость? Ну это вопрос относительно простой, но тем не менее он тоже очень важен. И здесь дается творческая практическая работа. Это уже после того, как сделана основная работа. То есть с мензуркой стандартная работа сделана. А теперь творческая практическая работа. В вашем распоряжении исследуемое твердое тело неправильной формы, сосуд с водой, нить. Найти плотность исследуемого тела из измерительных средств только динамометр. Больше ничего другого. И сейчас мой коллега покажет, как эта работа выполняется. Да. Значит, сейчас мне нужно отвечать уже, да? Да, да. Я слышал. Значит, дело в том, что вы знаете, пути Господня неисповедимы. И в принципе министерство наше может, так сказать, эффективно, могут в любой момент нести какие-то изменения. Поэтому категорически никто ничего сказать не может. Но, как показывает предшествующая практика, скорее всего, комплекты будут те же самые, да? Если у вас, вы же знаете, что-то не идет по комплекту, а нет, невозможно взять. Вы должны взять другие приборы, но внести соответствующие изменения, зафиксировать все это, внести там новые подвешности и так далее. Просто заявить, что будет заметно. Пожалуйста. Так вы показываете плотность. Творческая практическая работа по определению плотности твердого тена неправильной формы. Для решения Творческая практическая работа по определению плотности твердого тена неправильной формы. Для решения проблемы накладывается ограничение. Из измерительных средств нет ли уголки, нет ли дейки. Есть только дизайн момент. В качестве тела неправильную форму, выгод, астинь. Порядок работы. Первое. Определить вес тела с помощью недоумента. Зная вес тела, мы определим массу тела. Второе. Вот это тело опускаем в бону. Показания это ветер. И из показания динамометра в воздухе и в воде нам дает выталкивающие силы. По этим данным мы можем найти объем. Таким образом, зная массовый объем, мы найдем плотность этого тела. Творческая, практическая работа по определению плотности твердого тела неправильной формы. Для решения проблемы накладывается ограничение. Из измерительных средств нет ли уголки, нет ли дейки. Есть только дизайн момент. Творческая работа по определению плотности твердого тела неправильной формы. Так, все, включимся. Так, продолжим. Извините, пожалуйста, за некоторые сбои, которые идут. Наверное, Трамп опять что-то придумал. Поэтому только эти можно объяснить, все задержки в нашем теле. Ну, раз у нас Атаманченко показывал, пусть он зато и объясняет. Пожалуйста. Ну, во-первых, здравствуйте. Вот эксперимент, который вы понаблюдали. И вы смотрите исходную формулу. Значит, в исходной формуле вам нужно определить массу и объем. Значит, было сказано, что из измерительных приборов только динамометр. Понятно, что сначала мы определяем вес тела. И из этой веса мы находим массу. Остается найти объем. Каким образом мы объем находим? Опять-таки, воспользуемся законом Архимеда. Или выталкивающей силой. В данном случае нам нужно знать плотность жидкости, где исследование происходит, ускорение свободного падения и объем тела. И одновременно, или другим способом определить выталкивающую силу, определить вес тела в воздухе, определить вес тела в жидкости, и вот эти силы, вернее, разность этих весов, приравнять выталкивающей силе. Отсюда найти объем. Подставляем массовый объем, и сходить, и решаем проблему. Так, большое спасибо. Спасибо. Ну вот это примерно одно. Мы в конце даем обязательно, если сейчас можно, обязательно даем, друзья, возможное управление, которое еще... Она у нас... Так вот, что-то не видно. Так видно? Антартизированное значение. Так. Решение. Несколько изменений у нас системы. Система того. Это у нас идет, как правило, везде. Облюдение выталкивающей силы жидкости. Как можно ее... Можно измерить с помощью динамона. Можно вычислить, как вес в личной жидкости. Смотрите, одна и та же... Вот мы, если я обращаю внимание детей... Одна и та же величина может быть получена разными способами. Эмпирическим путем, прямым измерением. И, будем говорить так... Ну, вычисление на... Ну, все, теоретическое способ. Теоретическое способом вычислить. Кроме того, разное сравнение нужно. Посмотрите, сравните. Тела равного объема, но разных масс, разных объемов, разные кабины погружения. Смотрите, не только разных объемов, Но разные глубины погружения. Не пренебрегайте вот этим способом. Разных, то есть опускаетесь, смотреть по мере опускания, что происходит. Разная глубина погружения. И жидкости разной плоскости. Ну, мы обычно не используем ни керосин, ни чистый спирт, тем более, он для других целей нужен. А мы берем обычно жидкость, вода или же крепкий рассол, рассол по варенному сону. Здесь, опять-таки, вариант второй идет практически по стандарту, по всему остальному. Единственное такое, что мы рассматриваем вот эти вот разные позиции, разные подходы с тем, чтобы можно было их использовать. Ну, к нему идут контрольные вопросы и творческо-практическая работа. Вот, например, контрольный вопрос. Что предпринимают аэронавты? Потому что, смотрите, мы не забываем, что у нас кроме жидкости и газа тоже обладают. Поэтому ставим задачу на румянку. Чтобы увеличить подъемную силу шара. Ну, здесь понятно, что нужно. Можно нагреть сильнее, горелку открыть, чтобы груз был более горячим. Раз. Можно сбросить груз, который там где-то балласт. Балласт кончился, сбрасывайте своего партнера, чтобы можно было лететь дальше. Мальчик один придумал вообще конструкцию удивительную, что нужно внутри шара закрепить систему рычагов, тянем за рычаг вниз, он распирает, объем получается больше, и шар смывает наверх. На что тут же нашлись критики, которые вас рисковали за этот партнер. Я таких детей хвалю. Он, по крайней мере, ищет способы другие. Нечего, говорят, смеяться над ним, что ты изобретаешь, а то, что он хочет. Вот. Ну, здесь же есть еще такие вопросы. Куб объемом один метр лежит на одной из зданий на дне водоема. Помните. Чего равна выталкивающая сила? Так, то есть, чтобы они все помнят. Ну, вот интересная задача есть. Вес тела в воде в четыре раза меньше, чем в воздухе. Чему равна в этом случае средняя плотность тела? Ну, то есть, это фактически, что? Это теоретическая задача, которая подразумевает в себе какую-то определенную экспериментальную оболочку тоже. Итак, смотрим. Вес тела в воздухе нам известен. Если мы знаем вес тела, то в этом случае мы, в принципе, можем знать его плотность, мы можем знать в этом случае и объем, или знаем объем, найти плотность. Пообозначим, пусть вес тела в жидкости будет у нас, который имеется, который, понятно, что он в четыре раза меньше. У вас вы видите, в четыре раза меньше. А теперь начинаем смотреть. Что будет у нас главное? Главным нужно будет использовать выталкивающие силы воды. С одной стороны, это будет как разница этих весов, а с другой стороны, это будет как теоретическая часть, так как будет как произведение плотности на объем и на свое свободное падение. То есть, два разных подхода объединяются вместе, и получается у нас уравнение, которое позволяет нам потом отсюда что угодно находить. Отсюда делаем подстановки, которые у нас пошли дальше, я не буду на них останавливаться. Плотность воды известна. Отсюда плотность тела равняется на целое 333 кг. Вот такого типа задания, которое помогает им решать более глубоко узнать эти дела. Так, тут же творческо-практическая работа. Здесь у нас опять мой коллега, он у нас мастер по эксперименту, покажет сейчас, как это делается. Творческая, практическая работа. Цель работы. Вычислить, насколько вес тела, твердого тела у нас в воздухе, больше веса тела в воде. Из оборудования. Сосуд цилиндрейской формы, смогу. Решение проблемы, накладывается ограничение. Вензурки нет. Из изберите их средств. Только... Вот работа. Заливаем сосуд воду. И отмечаем первоначальный уровень воды в сосуде. Можно отметить с помощью фломастера, губной помады, или резин. В данном случае резинками. Опускаем твердое тело в воду. И показания... Первоначальный уровень, конечно, мы доверяем людей. Заверяем. Определяем внутренний... Так. Ты можешь... Так. На меня переведи. Дай Богу, губной помадой. Не думая о последствиях для учителя физики, и мужского укола, когда он с этой помадой пойдет домой. Это, конечно, не нужно. Лучше всего брать резиночку, и этой резинкой отмечать ту воду, которая нужна. Это гораздо проще сделать так далее. Опять-таки, не обязательно брать такую массу. Можно взять другое, что угодно. Что понимается под телом? Что понимать под телом неправильной формы? Вы видели пластилин. Чем хорош пластилин? Делай из него любую форму. Кроме того, если взять в этот пластилин, ставить несколько гвоздей шурупов, то очень легко регулировать его плотность. Очень легко регулировать. Это вот очень удобная вещь для того, чтобы можно было работать. Я не знаю, вы, наверное, выловили, в чем смысл был эксперимент, но сейчас посмотрим его теоретическое описание. Пожалуйста. Переключите на эту ситуацию. Что здесь сосуд с водой. Насколько... То есть, фактически, что нужно? Нужно вычислить, насколько вес тела в воде будет меньше веса тела. То есть, вычислить выталкивающую силу. И опять используем то же самое. Смотрите-ка, повторы. Повторы. Зачем? Повторы идут. Те же самые. Когда мы работаем с детьми. Ребята, посмотрите опять-таки. Что является нашим спасением? То, что мы используем. Эмпирический способ и теоретический. Который дает один и тот же результат. Который можно приравнять. Уравнение, которое вверху есть. Отсюда выводим все то, что нам нужно. И после этого, врач, решается очень хорошо. Пожалуйста, дальше пойдем. Варианты 3, 4 и 5. Здесь идет определение силы трения скольжения, коэффициенты трения скольжения и работы силы скольжения. Причем, как это, у нас есть предметный способ. Что у нас здесь, на что обратить внимание. Первое. Когда мы даем теоретическую часть, то мы при этом говорим, что у нас, когда идет тело, движется по горизонтам, по горизонтам, именно с постоянной скоростью, в этом случае сила тяжести, сила нормального давления уравнивает себя по модулю и так далее. Даже если будет наклонная какая. А если у нас и модуль силы тяги равен модулю силы трения. Это только при постоянной скорости. Последняя часть. И оттуда вычитается сама работа. Когда мы говорим о том, чтобы как определить силу трения скольжения, работу сил, мы здесь смотрим вот такие два способа. Первый, сейчас мы посмотрим с тем, чтобы можно было просто как обычно. То есть берем каретку с грузами, равномерно его тащим по направляющей рейке и с помощью динамометра определяем силу. Потом после этого произведем силу на путь работы. Но если второй способ, который несколько позволяет, для того, чтобы вторым способом ходить, посмотрите на те выкладки, которые мы тут сделаем. С одной стороны, сила тления, работа силы тления может вычисляться как, вот я сказал, сандартный способ произведения силы на грузинное расстояние. А с другой стороны, это будет у нас другая уже величина. Это как энергия, которая преобразует, которая, собственно, за счет которой совершается эта работа. МВ квадрат 90, потому что конечная скорость будет на уровне. Там можно рассчитать отсюда тормозной путь, что мы будем использовать в дальнейшем, и начальную скорость. Ну, я вам так сейчас на словах расскажу. Берем учебник, положили его на край стола и толкнули вдоль стола так, чтобы он, встойки, не вылетел на другую сторону. Учебник выскочил, остановился на каком-то месте. Найти начальную скорость учебника. Смотрим, где тут у нас начальная скорость учебника. Вот, корень квадратный 2 нюн, же с, с измеряется, нюн измеряется тем способом, который был до этого. То есть, опять-таки, нестандартная задача позволяет, если даже дети ее не сделали, эту работу, а вы им дали, дали чисто, ну, в теоретическом плане, продумайте, и то уже будет большая польза. То есть, здесь, в общем, выходов довольно много. Так, кроме этого, так, ну, я не буду сейчас здесь много тратить силы на самые, на задачи, которые у нас здесь имеются. Я думаю, здесь особого дела с трудностями не будет, поэтому пропускаем дальше, идем. Движемся. Хотя, нет, есть интересная вещь. Отчего зависит динатор разного пути автомобиля? Это одна интересная вещь. Так. Сейчас назад обращаемся. Вот смотрите, от чего зависит динатор разного пути автомобиля? Начинаем работать с детьми. Ну, прежде всего, понятно, что будет зависеть от состояния дороги. Кололед или асфальт, от состояния резины, то есть, сношенный протектор или жидкость. То есть, другими словами, зависит от коэссцента трения скольжения. Вот это, кольчей. Поэтому, здесь, когда мы смотрим, здесь вроде бы все нормально. Но очень многие говорят, что длина тормозного пути автомобиля зависит от того, нагружен ли он или не нагружен. Вот здесь возникают, знаете, легкие контрольные вопросы, что легкие сомнения в этом мире. Посмотрите-ка, тормозной путь. Когда мы подставляем вот те данные, масса-то ведь сокращается. То есть, чем больше кинетическая энергия, чем больше масса, тем больше кинетическая энергия, чем больше. Но, с другой стороны, чем больше масса, тем больше сила трения. Они пропорциональны друг другу. Поэтому, в принципе, если все остальные параметры должны быть одинаковыми, то это уже поспорить. Будет, если это не связано с какими-то, ну, чисто конструктивными особенностями автомобиля. По крайней мере, для бруска, для бруска, тормозной путь нагруженный и нагруженный будет абсолютно одинаковый. То есть, разгоняясь до какой-то скорости, он приобретает энергию, при торможении эта энергия превращается в работу с имплением. И после этого это не зависит совершенно от массы. Поэтому здесь есть возможность просто порассуждать на эту тему. Порассуждать, потому что понимаем, что реальный тормозной путь автомобиля зависит от многих других еще. От тормозных колодок внутри самой тормозных колодок в машине, от того, трезвый, нетрезвый, уставший, не уставший водитель, оно тоже связано с мужчином. Время, реакция. Но поговорить на эту тему с ними нужно было бы. И, наконец, каким способом можно уменьшить силу трения? Ну, здесь обычно первый ответ, они все довольно кривиальные, но вот почему на последний мы обращаем внимание мало. Как можно уменьшить силу трения? Нужно снизить силу нормального давления, то есть снять часть груза, а можно ослабить зажим. Я беру книгу, прижимаю ее к стене. Почему она не падает? Потому что сила нормального давления такова, что в этом случае за счет трения удерживается на стене. А почему не поставить вопрос наклонной плоскости? Это уже девятый класс, здесь можно вполне поставить. То есть на наклонной плоскости сила нормального давления уменьшается. Поэтому при одной и той же, при одном и том же коэффициенте трения сила самая трения будет уже другая. В дальнейшем у нас будет задача, но это когда мы будем определять КПД наклонной плоскости, мы вернемся к этому. Но это очень интересная часть. Ну в целом вы понимаете, что у нас здесь в данном случае будет что у нас? Знаклонная сила нормального давления будет зависеть от угла, при угле 0 градусов она будет равняться в силе тяжести присущего на тело, при угле 90 градусов она будет равна 0. Отсюда вытекают опять-таки вот эти разговоры с детьми, вот такие вот, знаете, это рассуждения. Может быть для нас взрослых это является уже очевидной частью. Для детей эта вещь является подталкивает его к тому, чтобы увидеть одну и ту же ситуацию другими глазами и посмотреть на нее с других позиций. Вариант 6-й, 7-й. Опытным путем определить жесткость пружины. И кроме то исследовать зависимость силы пругости от деформации пружины. Опять-таки обращаем внимание, здесь нужно определить жесткость пружины, то есть писать, чему равна жесткость пружины в первом вопросе. А в втором зависимость, то есть нужно описать или словами там прежде всего самый простой вариант. Да, зависит или нет, не зависит. Простой вариант. Второй вариант. Во сколько раз увеличится то, во сколько раз уменьшится то. Это уже другое. Кроме того, зависимость можно показать, как графика. В данном случае допускается. Показать зависимость графического, потому что не написано каким способом, текстом и таким. Но детей нужно к этому подплакнуть, чтобы они видели, что нужно делать. Еще раз об этом есть контрольные вопросы. Я саму работу тоже отрубил, но она инструментально не представляет никакой сложности. Было бы оборудование, был бы помощник лаборатор, вообще бы идеально было. А когда Мария Ивановна одна бедненькая и изыскывает приборы и сама их расставляет, тут, конечно, возникает вопрос, что никак не связано с нашей души. Выполняйте ли за кого-то для всех, кто идет от партии. Да, они должны принять так, как первый вопрос. Знаете, этот вопрос, который нужен для следующих. Но в пределах упругой деформации. Какие ограничения накладываются на то, что незаконно в руках? Ну, за окрептный вид, граница упругости. Понятно. А следующее еще, то, чего мы забываем. Граница смены вида деформации. Спиральная пружина нагружается все большим и большим и в узи. И в пределах упругой деформации она не растягивается. В конце концов, получается уже у нас что? Получается не пружина, а получается струна. Но там-то несовершенно другие уже будут идти вещи. Струна уже идет. В этом случае, как правило, уже граница упругости будет потеряна. Или возьмите другой, когда пружина сжимается. Вот тут уже остаточной деформации не будет. Но сжимается до тех пор, пока витки не начинают соприкасаться друг с другом. То есть мы сжимаем ее, и уже витки начинают друг с другом соприкасаться. Вид деформации изменился. Начинается деформация сжатия. Ну и кроме того, материал. К сожалению, когда Бог строил нашу Вселенную, что-то у него произошло, отвлекся, и чугун, бетон, и некоторые пластмассы вышли из такого контроля и не подчиняются закону Дубра. Я думаю, детям в этом нужно сказать, что они даже не знали. Варианты шестой-седьмой. Тоже сама работа зависит от силы упругости, от степени растяжения пружин. Ну здесь понятно. Взяли пружину, прикрепили к нему цилиндр один, потом взяли два цилиндра, потом цилиндр второй, так далее, так далее, так далее, посмотрели. То есть опять-таки здесь никаких сложностей нет. Как нам выжать из этой работы как можно больше? Ну прежде всего, дать контрольные вопросы. Опять-таки, так далее. Выполняется ли закон двух для сжатия, например, действие каких-то приборов в основном на законе двух для сжатия, как выжать пружину, то есть самое разное. И наконец, вот Атолий Кузьмич придумал такую работу, он вообще очень любит, почему-то не знаю, у меня вызывает это легкое сомнение, он очень любит шприцы. И вот этими шприцами берет от них трубки большие такие шприцы, использует их в качестве мензура, там же деление есть, в качестве направляющего, и так далее. То есть у этих шприцов без иголок, правда, без ничего, очень много. Расскажите, пожалуйста, про это. Пожалуйста. Это работа. Ну, вообще, действительно, шприцы играют большую роль. Сергей Георгиевич сказал, что можно использовать в этих мензурах. Это не я сказал, это вы так ими говорите. Я говорил, да. Но в данной работе... А сейчас скажут, Бахменко советовал каждой школе побольше запасить шприцами и так далее, и потом посыпаться. Не надо. Так вот, в данном случае вот здесь шприц используется как направляющая трубка. Вот замеряется недеформированная пружина нулевая. Вы пружину из чего делаете? Ну, разное. Наматывал, испорчили динамометр растянутый, да, уже негодно для работы. То есть, другими словами, он портил динамометр, потом, после этого расключил дело новую спираль, как это? Да? Наматывал и медный провод, и наматывал и спираль, электрическую спираль такие делал, наматывал. Опускал в направляющую трубку и сверху опускал стальной, заостряя внимание, стальной цилиндр. В данном случае получается, что деформацию замерили, L1 работает. или 1 пальцем. Вот. Простите, просто, видео мы не рисуем уже даже включать, поэтому слушайте на 1 пальцах. Сила тяжести и сила упругости в данном случае будут равны. Ну и тут мы используемся уравнением какого на гука. Дельта L нашли. А как вес бруска этого направления? Вес тела и силу упругости мы находим математическим способом. У нас же линейка есть, мы говорим, и измерительных средств линейка. То есть объем цилиндров умножить на плотность, да? Ну, конечно. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что, знаете, пусть будет для вас подсказка, как можно нетривиально использовать тривиальные вещи, для того, чтобы дети лучше учились. Так. Вот к этому же, к этой же опере вариант номер 8 и 9. Это варианты, которые здесь в обслуживании со простыми механизмами. Это рычаги первого и второго рода, это блоки подвижные, подвижные и так далее. Я в целях вашего, экономии вашего времени стараюсь сейчас не трогать вот эту, опять-таки, эту часть, но простую часть, которая известна всем, а посмотреть, что можно выжать из этой лабораторной работы. Из нее можно выжать прежде всего следующее. Это посмотреть, дать практическое так и проверить, то есть использовать быту. Есть у нас какой-то груз, есть безмен, динамометр, но его, предел его нагрузки маленький слишком. То есть, как можно использовать этот случай? Ну, здесь мы даем. Если использовать подвижный блок, вот, выйдя на картинке, то в этом случае выигрыш получается в два раза, то есть, если у нас школьный динамометр на 4 ньютона, то им нужно вполне до 8 ньютонов пользоваться. Вполне. А если нужно в 10-20 раз, там нужно взять линейку, даже обыкновенную нашу линейку, забить точку, кстати, все линейки, вы обратили внимание, у большинства, кроме стальных, у них первый штрих идет примерно на полсантиметра от края. Поэтому вполне можно забить гвоздик, считать, что это будет точка опоры О. Груз вешаем поближе к нему, а динамометр подальше. Чем больше будет это соотношение, тем лучше будет это соотношение. Дети здесь придумывают какие только угодно еще другие способы. То есть, это уже идет творческий подход к тому, как можно использовать знания. вот вы заговорили о детях. Дети хорошо понимают, что если купили картошки 10 килограммов, сумки легче тащить, нагрузка распределяется пополам. Вот как раз этот случай с уроком. Да, если только в том случае, если будет у нас тут подумать надо. Если сумка просто подвешена за две ручки, то... Два человека. мама и дочка. Ну да, понятно. Ну это ладно, тут уже пошло семейное воспитание. Ну, все равно в основном случае заставляет задуматься. Это моя любимая фраза. Так. Ну здесь есть хорошая творческо-практическая работа. Очень хорошая работа. Смысл в том заключается, что взят, например, реальный сосновый брусок, который вы выкрутилили в этой самой школьной пастерской, прямовольной строго формы, сечение должно быть одинаково, положили на опору А и Б. Чем еще раз повторяю, это реальная должна быть работать реальная практическая работа. То есть примерно брусок 30-50 сантиметров длиной, сечение может быть каким угодно, напоры положили и так далее. Рассчитайте, рассчитайте, какую седину запреживать к одному из концов бруса, чтобы его поднять. Пожалуйста. Это не я предположил, да? Дело в том, что тут предлагается измерительное средство линейка. Вот вы обратили внимание, что брусок сосновый, прямоугольная форма, следовательную массу мы можем определить. Отсюда и вес. Так вот, когда на опорах находится, здесь сил вступает закон сохранения импульса. Это момент сил. Вот. Момент силы или сумма моментов сил вращающихся по часовой стрелке и против должны быть равны. Вот по часовой стрелке у нас вес СМЖ множимые на длину плеча. А это Л пополам. Понятно, почему Л пополам. Ну, ясно. И второй у нас вращающих плечах против часовой стрелки будет Ф, искомая сила, на Л, это длину этого бруска. Решаем совместно и получаем. Я уже сказал, что параметры бруска измеряется линейка. То есть рассчитал полностью все, а потом учитель с помощью динамомства может даже сам может проверить насколько это еще легче. Вот, пожалуйста, расчет конструкций, крымский мозг, все, что угодно могу рассказывать. Я смотрю так, любые задания по физике, по химии, по математике, по другим предметам должны будить мысль ученика, должны подталкиваться к чему-то выходящему за рамки учебника, за рамки конкретного этого задания. Вот это в случае задание будет хорошее. Если задача будет такая, что теоретически есть точка точка б и найти то-то то-то, это скудно, очень скудно, это все, что сидит на диете. Это противно, это скучно, жить не хочется после этого. Все, да? Варианты 10, 11, 12, сразу много. Это все, что связано с свободными колебаниями. Так, я тоже смотрю наше. Значит, здесь как раз нужно посмотреть все характеристики свободных колебаний отработать дитяного маятника, на примере дитяного маятника, и определить период колебания дитяного маятника, исследовать зависимость периода от чего-то, от его длины, прежде всего, а может быть еще от других, от массы, и так далее, и определить чистоту свободных колебаний как обратно с задачей дитяного маятника. Здесь бы я хотел подчеркнуть вот, что я противник уже говорил того, что-то ребят вспомнили все эти какие условия наконяют любых свободных колебаний. Любых свободных. Это прежде всего должен быть возможность, система должна уметь накапливать энергию. Высота должна уметь накапливать первая часть, и вторая из этого нужно ей эту энергию дать, то есть вывести из положения равновесия. Это первая class struggle. Не все системы умеют накапливать энергию. И не все системы можно вывести из положения равновесия. Вот мою жену невозможно вывести из положения равновесия. Она спокойная, все хорошо. Дальше, должна быть существовать возвращающая сила. Если ее нет, в этом случае не будет опять-таки колебаний. И, наконец, отсутствие сопротивления, для того, чтобы были свободные колебания, не затухающие, а свободные, то есть потери энергии не должно быть. Вот эти позиции должен каждый ребенок осознать, просмотреть, может вспомнить какие-то случаи своей жизни, собственной, тем, чтобы можно использовать. Потом начинается изучение самих этих, и даются контрольные вопросы. Контрольные вопросы. Будут ли отличаться результаты по определенному периоду свободных колебаний нитяного маятника, полученные на планете Земля, от результатов полученных на Международной космической станции? Этот же вопрос будет задан для пружинного маятника. Уже сразу не придется сопоставление, где что работает, то что не работает и так далее. Сколько раз потенциальная энергия нитяного маятника переходит в кинетическую энергию за двух полных колебаний, где чего и так далее, и так далее. То же самое. С тем, чтобы можно было проводить. И, наконец, творческо-практическая работа, которая вызывает, как правило, хороший ажиотаж для детей. У вас есть секундомер, есть нитка. Ну, есть какой-то, может, там еще кусочек простейства. Как определить свой собственный вес с помощью секундомера, рост, простите, рост, рост с помощью вот такой нитки и секундомера. Ну, подсказку вам сразу даем. Нужно отмерить длину нити. То есть положили мишку на пол, отметили его рост, или там к стене прислонили его, определяли, взяли такую длину нити и заставили колебаться такой маятник, посчитали свой мишку на нитки и период. Знай период, найдем длину нити и так далее. Ну, точность этих измерений вызывает сомнения, но то, что вызывает хорошую улыбку среди детей, это в самом деле. Это интересный подход, который для этого присутствует. Иногда же нужно внести какой-то изюмный круг. Колебание пружинного маятника. Ну, опять-таки, примерно все то же самое, только дается для пружинного маятника. Опять вопросы. А будет ли пружинный маятник при условиях невесомости работать? Какой вид деформации испытывает пружина под сезон велосипеда? Смотря когда. Если он на него сел ровно или попал на кочку, это будет разная уже деформация. Ну, какой энергией запасается пружинный маятник при растяжении, а какой при сжатии, одинаковая ли она и так далее, и так далее. То есть, такие колебания пружинного маятника затухли, куда делается механическая метка. И вот здесь дается еще, здесь дается еще. Одна творческая работа. Ну, сделала, установка старая была, даже в форме пружины с грузиком. Дается установка с грузом, известным, 200 грамм, килограмм. Он не надо взял, 30 килограмм. Дайте теоретический расчет, еще раз повторяю, предскажите, то есть, дайте теоретический расчет периода колебаний маятника, ну, по форме, которую они уже знают, из измерительных средств столько линейков, секундомера нет. Глобус секундомера проблем не было. Только линейков. Ну, сломался секундомер. Ну, о том, как это делается, Атолий Кузьмич сейчас вам расскажет. В условии сказано, что масса известна. Известна вам эта формула. Значит, остается найти у нас жесткость, а по условию задачи период же найти. Ну, здесь сразу же, наверное, что? Раз масса известна, то мы тоже можем сразу же, сразу же, сразу. раз масса известна. Конечно. То есть, как одно данное, да, позволяет тут же судить о ноге других характеристических делах. Мы сначала не деформированную пружину замеряем, это то есть Х1 или Л1, как там, или Л0, подвесили груз. Сила тяжести уравновешивает силу упругости. Вот равны. А силу упругости у нас характеризуется уравнением жесткость на дельта Х, там, да? Ну, да. Вот. Отсюда мы решаем проблему. подставляем и дальше. Ну, то есть, мы не стали здесь приводить полностью все эти... Дело в том, что мы говорим измерительное средство линейка. Замеряем вот эти параметры. И, опять же, массово, я как-то говорил, что цилиндр, например, мы можем замерить и диаметр, и площадь основания находим. Поэтому понятно. Знакомая вся эта система. Ну, потом, что можно будет? После того, как мы расчет такой сделали, теперь можно учителя есть хорошие часы или там есть другой там телефон с секундомером и так далее. То есть, потом можно после того, что они подсказали, что совпадет и не совпадет. Ну, вы представляете, в случае совпадения эмоциональный всплеск превышает все допустимые нормы. Это очень ребята рады этому и радости, лопания в ладоши и так далее, и так далее. Особенно если девочки это делают. Так. Четырнадцатый вариант. У нас там время уже подходит к концу, да? Сейчас я, да, мы сейчас несколько ускорили. Изучение равноускоренных движений тела при скатывании по наклонной плоскости. Определение ускорения тела при равноускоренных движения безначальной скорости и мгновенной скорости тела в конце его спусками. Вот тут те формулы, о которых я вам говорил, когда мы смотрели с вами движение тела по действиям силы зрения, вот здесь она тоже у нас может помочь в обратную сторону. Контрольные вопросы, которые здесь у нас стоят. Так. Какую скорость фиксирует водитель автомобиля, когда он смотрит на спидворке? Ну, понятно. Мы-то понимаем, какую среднюю, равномерную, мгновенную и так далее. Хороший вопрос. Даны графики тела. Здесь какой зависит от движения с большим ускорением? Вот там хитрость такая, что там 1-1 график вообще без ускорения и так далее. То есть, такого типа вопроса у нас нет. Вот. Здесь, пожалуй, больше я не буду на этом останавливаться, потому что времени просто у нас уже нет. Вариант 14 стоит. Вот здесь опять-таки тело движется по наклонной плоскости и в данном случае мы должны найти... А, это же как раз тот случай, когда он сдает вопрос. Все, не будет. Это уже часть прошла. Всем понятно, слишком простые эти врачи. В крайнем случае, кому нужно будет, скачаете эту презентацию, в конце она будет выложена и посмотрите более внимательно. Мне тут показывают, что мы заговорили слишком. Так, 15-й. Академия КПД наклонной плоскости. Мне это очень нравится. Работа, потому что тут тема для разговоров. Начиная от КПД урока, от КПД деятельности ученика и кончая многими другими вещами. Эта тема великолепнейшая, которая вообще позволяет мировоззрению ученика. Вот смотрим, определено КПД наклонной плоскости. Ну, здесь, что мне больше всего нравится в этой части? Посмотрите, Зависит ли она от массы перемещаемого груза. Давайте посмотрим. КПД это отношение силы работы, простите, полезной к работе затраченной на 100%, если в процентах, если же чисто, просто трог, будет понятно. Если мы посмотрим, теперь подставим значение полезной работы и затраченной работы, то есть полезной подняли ее на какую-то высоту, а затраченная реально терли в эту плоскость, пока она не протерлась, и тратили на это дополнительную работу. Вот получается формула. Ну, посмотрите, опять масса сокращается, как и в том случае. Опять масса сокращается, опять наводит на мысль, видите, а почему они сокращаются? Ну, казалось бы, масса большая, должно быть там что-то труднее вести ее, КПД будет меньше. Нет, абсолютно, коэффициент полезного действия абсолютно будет тот же самый. И опять-таки, когда будет коэффициент полезного действия самый большой, в каком случае? Может быть, 100%? Может быть. Это будет в том случае, когда у нас эти силы сравняются. А в каком случае они сравняются? Когда у нас коэффициент трения станет равным нулю. А когда он станет равным нулю? То есть, если нормальное давление будет нуля, а когда сила давления будет равна нулю? Когда будет угол 90 градусов. То есть, это будет реально свободное падение или свободный подъем по его веру. Но это уже не будет уже самой наклонной плоскости. А когда будет самое маленькое значение, нулю, в том случае, если будет у нас горизонтально, понимаете, вот эту динамику, если показывать каждый раз ребятам динамику и сказать, что в реальной нашей жизни мы выбираем какой-то оптимум между этими двумя крайними значениями. Нас не устраивает ни первый, ни второй. Нам нужно выбрать оптимум. Так и в жизни, ребята. Есть множество того, нужно найти лучше быть счастливой. Как говорят, что лучше в семейной жизни? Быть счастливым или быть правым? Я выбрал быть счастливым. Никогда не спорю со своей жизнью. И, наконец, вариант пятнадцатый. Я здесь хотел рассказать одно. Задание, которое дается запомнить как контрольный вопрос, оно довольно стандартное. Брусок лежит на наклонной плоскости. Какие могут быть варианты? Первый, он лежит неподвижно. Что это означает? Значит, означает, что сила трения скольжения, которая могла бы возникнуть при его движении, явно больше силы скатера. Все, он неподвижно стоит. Если же он свеки скатывается, то в этом случае понятно, что сила трения скольжения маловато. И здесь сейчас медленно-медленно скажу одну вещь. Очень часто, вот когда такая задача пишется в дети, учитывая это все правильное дело просто, а вот дети очень часто допускают ошибки. Как они строят этот невидимый параллограмм силы? Нам известна сила тяжести, МЖ. Она известна и по направлению, и по величине. Известно ли нам в этом случае сразу же сила нормальной давления? Нет. По величине неизвестно. Что известно? Только по направлению. Рисуем направление не знаю какой длины, большой длины. Сила скатывания, величина известна? Нет, неизвестно. Каким образом мы должны ее изображать? Нужно известное направление. Рисуем линию, которая будет вдоль. То есть это чисто качественная задача без применения тех наших подходов, которые мы обычно делаем в проекции и так далее. Потом, после того, что строим этот невидимый параллограмм, получается очень четкий, параллограмм си. И понятно, что для того, чтобы не скатывать, здесь никаких вычислений не нужно, необходимо, чтобы сила скатывания равна темному, так плюс, то, 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 то. Вот это наши подходы, которые у нас были. Мы реализовали в нашей книжке и показались, ну, это то, что я уже говорил, да. Нет, еще пока, попросите, еще чуть-чуть, минуточку. Что же нужно нам делать? Каким образом можно компенсировать те недостатки, которые есть у нас, в нашей практике? Первое. Два случая. Первый случай. Редкий. Все работы были выполнены вовремя. И не только выполнены, но и были обсуждены. Они были рассмотрены. в контексте уроков, которые исключить несколько, может быть, элементарных измерений, проговорить эти работы. Здесь есть возможность какие-то из них повторить. При этом мы рекомендуем, если вы будете повторять номер работы, наверное, есть смс, лучше сделать таким образом. Поставить их вместе не по тематическому признаку, а по общности оборудования. То есть, например, закон архимеда и плотности общности оборудования нужно оставить вместе. Это первая часть. Но здесь в данном случае нужно уделить большое внимание компетентностно-ориентированным вопросам. Потому что, понятно, для них это будет интереснее. И, может быть, выполнить работы только лишь те, которые даны в контактном конкурсе. Вот первая часть. Это еще раз повторяю. Можно вполне сделать при рациональном использовании времени, можно сделать во время самих работ. А вот если в некоторых школах, я думаю, у вас такого нет, в других школах бывает, что не все работы выполняют. А может, которые вообще какие-то не выполняются, там дело уже хуже. Там хотите или не хотите, вы неминуемо должны выйти за рамки своего времени определенного на урожа. Нужно идти к директору, к заучу и просить время или на элективный курс небольшой. Наша книжка позволяет сделать восьмичасовой, двенадцатичасовой, шестнадцатичасовый элективный курс, на который можно будет провокировать все работы. Затем сегодня просто привел и законы только механика, там же еще есть и оптика, есть еще и электричество. Ну, вы знаете, электричество в девятом классе, оно, это кривиальное поле, поэтому в меньшей степени там творческие возможности. Хотя, может, я не прав, если кто-то из вас внесет предложение творческой работы на уровне девятого класса на электричестве, мы возьмем с удовольствием и опубликуем, вы получите какие-то громаднейшие темы. то есть в этом случае необходимо будет делать эти вопросы. И, конечно же, на каждом уроке и на нашем задании как можно больше решать эти задачи. Те описываются эти эксперты, которые к самой идеологии вот те позиции, которые у нас очень важны. Так. Уважаемый Виктор, благодарим вам за интересность и поддержательный депутат, а на вас вам какие-то вопросы. Вы снижение ответы. Учима Украины все заняют по определенной акции. Существует по обеспечению обеспечению обеспечения. Сейчас. Объясняю. Дело в том, что это вполне связано с самой структурой УГЭ. Чтобы убрать субъективизм учителя, все работы УГЭ должны быть стандартизированы. То есть во всех, от Камчатки до Калининграда и там брать от Чумы, от Нурманска до Астрахани должны быть бруски только, например, 100 грамм и так далее с тем, чтобы результаты были предсказуемы и были понятны. Если у вас отклоняется от этого, вы должны тоже опять сообщить, чтобы получилось, что у нас будет разное расхождение с этим только лишь связано. Кроме того, сами работают. Вы же не можете сидеть и проверять, как он работает. Вы же понимаете, на УГЭ. Вы же не будете наблюдать за тем, как он работает. Вы будете только по отчету. Поэтому идет большая стандартизация. Это связано с самой характеристикой УГЭ. Как одной из них. Поэтому здесь, кажется, должна такая вещь... Тут не до творчества. На УГЭ уже нужно смотреть то, чем ты овладел. Здесь не способность к творчеству, а степень овладения материалом проверяется. Но с другой стороны, конечно, этого мало. Про количество не спрашивают, да? Все бы количество было бы достойно. Да, все верно. Вопрос к месту. Дело в том, что вот я в прошлом году сидел на экзаменах. За два дня мы узнали, какие работы. Из 21 работы на Ростовскую область направили 8 работ, а в Таганрог 4. За два дня мы узнали, какие работы. Значит, надо оборудование. И вот по электричеству у нас одна работа попала на таконы постоянного тока. И там блок выпрямления, выпрямление, то есть 220 на 6 вольт. И оказалось, что в школе, где мы экзамен должен был наши дети проводить. Ничего не оказалось этого делать. Все в панике. Да ни у кого не было. И вот моментально ну, что делать, что делать. А что делать? Батарейки, на батарейки перейти. Это вообще не было. Или он не работал? Нет. Вопрос был какой? Какого качества? Нет. Если на всех комплектов 5-10 будет этих ящиков, тогда все нормально получается. Он только ведь ушел от ответа на вопрос. По одному комплекту выдали. То есть, комплекты качественные? Конечно. Ну, спасибо. Значит, министерство будет теперь поддерживать эту школу полностью. Ну, вы знаете, я вам скажу, хотя я сейчас уже в школе не работал, уже старый уже для этого, но тем не менее в школах бывает довольно часто, с учетами общаюсь. Есть нарекания довольно большие. Большие. Очень быстро выходят из строя динамометры. Очень быстро выходят. Характеристики этих самых выпрямителей не все совпадают с теми. То есть, отклонение 6-ти вольт довольно большое бывает и так далее. То есть, конечно, от качества еще нужно быть. Но я повторяю еще раз то, что я говорю в предплату. Кроме качества нужно еще обеспечить, чтобы до 2 человека хотя бы был. Когда сидят в школе 5 человек, 6 человек за один комплект лабораторный, это мерута, конечно. Вот мы вместе постараемся ответить на это. 10 комплектов, конечно. Я, я прочитаю вам комментарии, хочу вам большое спасибо за эти интересные задания. Там, а сейчас, я думаю, подобные задания вы видите, если вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите. так сразу кто это написал и попросить, чтобы она к нам прислала, мы ее опубликуем, она в самом деле получит гонорар. Ну, не надо смеяться. Я же не сказал, какой гонорар. Вы понимаете, сразу смею. что вы считаете, что у нас конституруется переключение новых авторов в конце эпидемидации. Наши публики могут учитывать информацию в том, как... А, да, покажите, обязательно покажите. ...частье написания на сорт, в составление заданий, видимо... Дорогие коллеги, это не шутка. Дело в том, что мы с вами... У нас сейчас авторы, начиная от Красноярска, Москвы, Самара, и Ростов, конечно, Таганрог, видите, тоже с родины Чехова, там же и Панзюзя оттуда родом, там же Раневска оттуда, то есть это хороший вид, Таганрог. Сейчас, секундочку. И поэтому у нас авторы отовсюду идут. Поэтому если мы все заинтересованы найти новых авторов, свежая кровь, свежие идеи, и так далее. Будем с вами сотрудничать. Да, спросите. Там есть слушатели, был из Братска, из Иркутской области, а я родина из Иркутской области. Так что, привет. Это уже поле чудес. Так, вебинар уже заканчивается, начинается поле чудес. Так. ВПР. Значит, ВПР вы знаете, почему были введены, потому что детки, выбрав два-три экзамена, остальные предметы перестали учить. И поэтому нужно было каким-то образом их подстегнуть. Массово они не вводятся, но время от времени выборочных территориях и по отдельным предметам проходит, что заставляет детей и учителей быть в конусе. А вдруг дадут ВПР? И так далее. Это вот первая часть. Зачем нужен ВПР? Для тех, чтобы обеспечить какой-то государственный надзор или контроль, или не знаю, как оценку, мониторинг, в общем, слова самые разные. Усвоение программы теми детьми, которые не берут ее в качестве профиля. Для всех, для базового уровня. Поэтому работа ВПР ориентируем на базу, только на базу. Это подчеркиваю. Поэтому многие говорят, ой, какая простая. Так она же на базу рассчитана, она же не рассчитана на профиль. Это подчеркиваю. Но, здесь одно маленькое но, которое, слава же, резко поворачивает все это дело в другую сторону. В ВПРах, как правило, не используются задания, требующие простого воспроизведения раннего усвоенного материала. То есть, типовые задачи, нет там типовых задач. Типовые вопросы, нет типовых вопросов. Там используются практикоориентированные задания и компетентно ставить задания. За редким, редким исключением. То есть, человек должен поразмыслить хорошо, уловить, о чем там идет речь, связать это с какой-то физической ситуацией и после этого постараться вспомнить минимальные, причем знания, которые нужны, элементарные. Ну, вспомните хотя бы эту работу, когда несколько брусков разной температуры вместе соединяются, нужно стрелочкой нарисовать, откуда-откуда будет перетекать теплота. Ну, тогда все просто. Но это вызывает затруднения. Как и в куберинт возникает, все тут же идут затруднения. Поэтому ВПРы нужны, на мой взгляд. Это средство измерения, опять-таки, не зуна, а средство измерения компетенции. Это очень хорошая вещь. Ну, и кроме того, значит, нужно что? Вычисляют, даже посмотри по физике, пока мы выпустили только одну книжку по ВПРам, это 11 класс, довольно интересная книжка, интересные задания. Сейчас мы хотим их разнообразить, то есть, мы хотим не ограничиться за той спецификацией, которую дает Носква, а расширить ее тем, чтобы задания были компетенционно ориентированы и включались в контекст каждого урока. Но в дальнейшем будет, наверное, по физике, по другим классам, они не взятся, тем более, политика и министерства, и департамента, и Росорганодзора, такова, что нужно, как форму мониторинга, использовать, возможно, чаще. Поэтому нам советую всем учителям искать в журналах, в интернетах, у нас, и так далее, смотреть, какие есть компетенционно ориентированные задания по физике и чаще их включать. Это разнообразит урок, сделать его интереснее, это будет их мысль, детей, детей, учителя заставляет покопаться немножечко в интернете. Правда, времени учителя мало, потому что существующая система оплаты не за ставку, а за нагрузку, конечно, ведет к тому, что нагрузки большие, и времени учителя мало. Это не дополняет, это программа. Это программа, пусть, это же часть программы. Все позиции ВПРа есть в программе. Ну, давайте так, в программе есть, нужно знать, нужно уметь, нужно, значит, то, что... И есть еще такое, нужно уметь использовать, применять на практике. Вот последняя часть, это же программная часть. Вы же... Они же есть во всех учебниках. Поэтому здесь, может, я неправильно что-то рассказал вам, но это программная часть. Не выходит за рамки в ГОС, они дополнительные нагрузки. Это более полное освоение программы, которая у нас есть. Спасибо. Мне, конечно, приятнее было бы, если это благодарение было от слушателей, а не от вас, потому что вы наши работницы, и, конечно, вы нам подходите сейчас. Да, да, да. Вы имеете большое количество благодатств, вы можете их сказать? Да, да, да. Ну, спасибо, спасибо. Так что, спасибо, вы знаете, какие интересные задачи. А, ну, действительно, мы не интересны. Все, снимаю, снимаю. Вот чем у вас человек хороший, я никогда не спорю. Спасибо. До свидания.